которые французы забили на поле соперника, Бордо, этот французский губ прошел дальше. Ну и еще одна, еще одна атака Торпеда, которая наконец завершается голом. 22-я минута. Не случайно я стал рассказывать о том, как торпедовцы раньше, все в советские времена хорошо играли в Еврокубках. Но нынешнее поколение старается, они будут стараться от прежних мастеров не отставать. Ну что, 1-0 и отличился Волков. Да. Угадал, угадал Петренко, безусловно, выпустив этого молодого футболиста, видите, поборолся, выбрал борьбу за мяч и беспрепятственно совершенно пробил. Было ему достаточно и времени, и пространства, чтобы оценить ситуацию и принять единственное правильное решение. И так, 22-летний Виталий Волков открывает счет в середине первого тайма. Надеюсь, в принципе, он будет полегче. Один, видимо, будет Волков. У нас, в общем, продолжает оставаться хозяева. И будет прострел, да! Очень хорошо, очень грамотно, четко. 2-0. Танец в стиле Пузиков. Нам показывает Александр Ширко, но какой-то очень короткий танец на этот раз получился. Вот. 2-0. 2-0. И Ширко очень хорошо использовал, по-моему, это простреливал Кормильцев. Да, Кормильцев. И здесь Ширко в падении. Не особо тут ему Росси смог помешать. Уверенно завершил Ширко эту передачу точным ударом. У вас... Да, что-то я не помню, чтобы в Лужниках такие были приключения. Тут все системы всегда работают исправно, в новых Лужниках. Но вот почему-то погасло освещение. Не знаю почему. Штрафной! Штрафной! Гол! Блестящий удар, очень мощный, такой плотный, низом. Ну что, по-моему, Леонченко забил. Хотя, давайте... Или Осипов. Давайте немножко подождем, и ясность будет полностью внесена в этом случае. 3-0. Да, 3-0. Сергей Осипов забил. Сергей Осипов... Сергей Осипов забил. Хороший удар. Дальний... Да, ну, 3 мяча торпедовцы забили. Еще, как минимум, 3 явных возможностей упустили. Вот в том числе и сейчас. Так. Удар попадает мячом. Торпедовец в кого-то из футболистов Доманьяна. По вторым ударом вколачивает мяч в сетки. 4-0. 4-0. И, по-моему, наши гости окончательно рассыпались. Дубль оформляет Шарко. Насколько я могу судить. Да, 4-0. А играть-то еще... Играть-то еще... 34 минуты почти. Так, смотрим. Вот это первый удар. Но здесь не было игры рукой. Мяч попал в игрока под третьим номером. Это был Морри. Ну, а повторным ударом Шарко вколачивает мяч в сетку. А это предыдущий эпизод, когда выручил вратарь. Выбежал из ворот. Как мог, пытался помешать Торлильцеву и помешал. Да, откровенно доигрывает обе команду встречу. Осипов, Волков. Отметим особо. Хочу отметить сегодняшнее выступление молодого Николая Волкова. И 5-0. Ну, вот голенщики, которые оставались на своих местах, под занавес вознаграждены. И пятый мяч в воротах. Что, если на Севас? Нет, Зырянов. Вот, смотрите, как угадал с заменой Сергея Петренко. 5-0. Мячи сегодня забивались на любой фист. Красивый гол. Мощный удар под перекладину. Да, вообще, в чемпионате только один футболист в составе Торпедо, выйдя на замену, смог забить. Этим футболистом является нападающий Максим Аристархов. Вот он вышел в матче со Спартаком Аланией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!